Хоба, привет, с вами доктор Влад, у нас минус 10, ну поработал я хорошо с этим снегом, так маленько, маленько отошёл уже. Новости какие? Так, смотрим, а, ну водолейка сегодня работает, несмотря на то, что день рождения. Оказывается, сегодня Марди Гра, в дословном переводе с французского означает «жирный вторник», это праздник отмечается во многих странах мира, да у нас отмечается вообще-то, я не знаю, как его сейчас отмечают, я забыл совсем, да я там не был ни разу, ну это типа карнавала, что-то в этом роде, ну ладно, а вот в Европе вроде бы тоже празднуют, ну тогда всех европейцев, типа масленицы что ли, да? Угу, поздравляю, поздравляю, спасибо, водолейка, и смотрим ещё. А, я совсем забыл, вчера был день президентов, я смотрю почта не работает, у жены спрашивала, говорит, сегодня день президентов, ну ёлы-палы, ну ладно, все праздники не перепьёшь. Сегодня день независимости Литвы, это Инна нам сообщает, я присоединяюсь к поздравлениям, она тоже поздравляет всех литовцев, у нас много литовцев здесь, так что, ребята, с праздником. Так, Виктор пишет, а, вот, у меня шейный хондрос, плечо шеи не повернуть, пойду в гараж делать молоточек. Насчёт многоигольчатого молоточка, меня многие спрашивают, как его сделать, чё и как. Так, ребят, можно купить, конечно, но если сейчас схватило, вот, а пока с Алиэкспресса там или с Эбэя дождёшься, это уже или отнесут, или всё пройдёт, правильно я говорю? Так вот, берите иголочки, как раньше делали китайцы, да, берите иголочки, только не самые острые, так вот, ну, потупее, да, и просто в пучок их свяжите и приделайте палочку и стучите, вот и всё, и будет нормально, и будет вам счастье. Ну, ещё советовали там ёршиком, кто-то вот недавно рассказывал, потом ещё можно, я сам советовал лично, знаете, есть такие вот расчёски, вернее, щётки для волос, да, но только чтобы кончики были, ну, железные, без всяких там, вот бывает ещё на конце капелька такая, вот без этих капель, вот, можно ей стучать, ну, никакой разницы, кто-то там, какой-то народный умелец взял лампу девятиштырьковую, вот, и тоже к линейке приделал и стучал, нормально, почему же нет-то? Вот, ну, лучше, конечно, купить заранее. Ребят, это хорошее дело, я часто буду к этому возвращаться, к этим иголочкам, к молоточкам и к валикам. Вальки, кстати, покупайте разных размеров, лучше всего набор, потому что вот самые, там, ну, есть даже по полмиллиметра иголочки, это для лица, ну, для нежной кожи, да, а полтора миллиметра, там, даже до трёх, это спина, там, ниже спины и так далее. Вот, есть наборы, там, по-моему, три молоточка. Так, с этим решили дальше, что сегодня много будет. Ребята, запасайтесь попкормом и давайте. Очень люблю судок, пишет, пишет, значит, наша слушательница, вот так. А я, знаете, чё сказал тут, у меня жена одно время тоже по судоку с ума сходила, а сейчас вот с появлением интернета играет в нарды. Ребят, я пробовал играть в нарды, это не для меня. Из меня шахматист не очень, а нарды это вообще какой-то мрак. О, а тут ответ уже, нарды это философия, очень интересная игра, сложного как бы нет, но затягивает. У нас есть доска для нарды, да, попробуйте, не оторвётесь, тем более есть такой учитель. Ну, я с ней играл, ну, ребят, ну, совершенно безнадёжно, ну, просто как-то. Она ещё в теннис, кстати, в настольник хорошо играет. Вот, а в бильярд обычно сразу, мы пробовали играть, вокруг сразу толпа разбегается, потому что у него удары такие, что шарики вылетают. Ну, такая жена, а что делать? Так, доктор, вы должны освоить малую и большую партию. Я даже не знаю, что они есть малые и большие, но у нас доска какая-то, кубики. Вот, ну, ладно, хорошо, спасибо. Спасибо, разговор получился интересный. Так, что у меня тут ещё? А, всё, всё, всё. Так, суд над Навальным по делу о клевете ветерана отложили на 20 февраля. Ну, так окрепитал ветерана, он не раскаялся, ну, и продолжал его оскорблять. Он его ни разу не оскорбил, между прочим. Судью оскорблял, да. А это нет. Ветерана-то нет. Госсекретарь США Блинкин призвал Турцию отказаться от российских ЗРК С-400. Зря он с турками связывается. Ну, зря. Зря. Хотя могут дрогнуть, дрогнуть могут. Путин может вернуться к очной работе, ну, в очках в смысле, через несколько месяцев. Да чтобы он там сидел в этом бункере и про него забыли. Четыре человека погибли при крушении вертолёта на Верденских островах. Это американские, да. Ну, ух ты, ёлки-палки. Четыре тела. Личности не разглашаются до уведомлений родственников. Да, должны родственники разрешить или нет. Здесь с этим строго. Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал открытого чемпионата Австралии. Австралия Опен. Ох, молодец. Вот молодец. Причём у него он является в рейтинге 114-й ракеткой мира. Попёр парень. Молодец. Умерла актриса из фильма «Азорь здесь тихий» Лариса Кичанова. Ух ты, вот её фотография. Она здесь в возрасте классно выглядит. Жалко. Ой, ребят, коронавирус, коронавирус. Ай-яй-яй. Так. Первый американец появился в вакцины «Спутник В». Ну, он чокнутый, ребят. Он живёт в Крыму. Вот. Его жена археолог. Ну, археологи тоже. Это вот как… Знаете, это отдельная совершенно история. Вот как цирковые. Это своя народ. Археологи тоже. Они маленько это… Ну, что всю жизнь, что за работа всю жизнь копаться в земле. Ну, в общем, вот так вот. Она тоже прошла. Да, археолог прошла. Ну, молодцы. Живые. Оба живые. Россиян предупредили о подорожании электроники. Каждый божий день. Ну, в общем, ребята, если все проценты сложить, на которые оно подорожает, то… Ой, мама родная. Ладно, в Крыме отреагировали на публикации о внесудебных расправах в Чечне. Я вам рассказывал. Сначала с твиттера, а потом еще откуда-то. Так, Крым изучит, сказал Песков. Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что они знакомятся с этим материалом. Все. Получите и распишитесь. Стало известно о массовых отравлениях собак в центре популярного курорта России. Какие гады? В Адлере, ребята, в Адлере. Готовятся к сезону. Вашу мать, вот так скажу. Гибель империи готовы ли в России к труду и обороне? Это на Дзене пишет парень. Любое государство лишь того, тогда чего-нибудь стоит, если оно умеет защищаться. И каждый советский школьник знает, что армия – это не только храбрые обученные бойцы, но и мощная промышленность, сельское хозяйство и так далее. Ну и вот понеслась, что представляет собой мощная промышленность. Уничтожены десятки тракторных автомобильных заводов, уничтожены десятки авиазаводов, подшипниковых, часовых, заводов электрики, электроники. Оставшиеся заводы имеют оборудование 50-60-х годов. И персонал предпенсионного возраста, неспособный на массовый выпуск современного вооружения. Я тоже не знаю, как они выпускают. Наверное, вручную каждую ракету вытачивают на здоровом токарном станке. А потом в нём дырочку ковыряют всем цехам. Так, ну что тут? Гражданская оборона, МЧС, ВРФ. Ну тоже развалина. Уничтожены львиные доли бомбоубежищ, пожарных депо и добровольных пожарных дружин. Полностью отсутствует учёт технических ресурсов – трактора, автомобили, экскаваторы. Отсутствует человеческих ресурсов, учёт и специалистов. Отсутствует система информирования населения. Я вам говорил у нас по вторникам. А вот сейчас в 10 часов как раз сегодня будет зарубать сирена. Обязательно. Полностью отсутствует запас стратегических важных продуктов, медикаментов, одежды. Ну, в общем, вот так, ребята. Разрешите напомнить, что создавал МЧС, ВРФ и уничтожал гражданскую оборону именно нынешний министр обороны Шойгу. Ну да, вот так вот, ребята. Вот так вот. Просто крик в пустыне. Крик в пустыне. Ладно. Путин встретится с руководством думских фракций 17 февраля. Уже в думе убирают кресла. Ну, потому что на корточках они все будут сидеть. Ну, как полагается, да. Песков заявил, что Парад Победы в 21 году точно состоится. Ну, без Парада Победы. Ох, ну куда же там. Куда же там. Всех ветеранов специально койки сделают. И вот на койках их потащат через Красную площадь. Телеведущий Иван Урган пошутил о присутствии президента России Владимира Путина в соцсетях. Когда вбиваешь в Инстаграм имя Владимир Путин, появляются тысячи страниц. Ну, а я не пробовал. И какая-то из них, наверное, оригинальная. Ну, это шутки что такие? Боцман, у тебя шутки не очень. Франция сообщила о крупной атаке русских хакеров. Ну, а вот это уже не шутки. Да, ха-ха. Хакерам из группировки Sandworm, это песчаные черви, видимо, да, приписывают ряд крупнейших атак последних лет. Ну, понятно, кто работает, да. Житель Амстердама окунулся в прорубь в коньках. Видео. Я видел, да, мужик. Мужик по каналу бежит в коньках, причем в трусах. В трусах и в коньках. И это самое, и вдруг прорубь бах туда. Ну, ничего, сам выплыл. Я что хочу сказать. Я был в Амстердаме, вообще был в Голландии давно. Вот. И я вот все время у этого голландца, которым мы ездили, я все время спрашиваю, говорю, как у вас зима? А он говорит, теплая зима. Я говорю, я видел полно картинок, что вот там у вас в Голландии зима такая, что и снежные на коньках катаются. Это, говорит, было когда-то очень давно. И вот, смотрите, опять, опять. Да. А вот сегодня годовщина, знаете, какая интересная? 16 февраля 1923 года началась чуть ли не самая известная, спорная и значимая археологическая процедура в истории – вскрытие гробницы Тутанхамона. Ну, и говорят, после того, как вскрыли гробницу, все вот, кто там присутствовал, у них какие-то были непонятные смерти. Я не знаю, правда, нет ли. Ну, в общем, есть такая история. Знаменитости, которых лишили советского гражданства. Интересная статья на Рамблере. Галина Вишневская, Мстислав Расторопович, Александр Солженицын, Виктор Корчной, если вы помните шахматист, да? Юрий Любимов. Тоже сам он уехал в Лондон и опасался возвращаться в страну. И в 1984 году потерял советское гражданство. Василий Аксёнов. Тоже врач он, оказывается, да? Активно печатался. Ну, это очень популярный литератор, писатель. Интересно. Ладно. И Горбачёв всех их, вроде бы, восстановил в гражданстве, но им не надо. Уже не надо. «Пять вопросов собирающимся сделать себе укол вакцины от коронавируса». Очень интересная статья, казалось бы. Но я вот тоже… Мне не понравился… Ну, вот его ник на живом журнале называется «Антисемитизм». Антис… А, нет, не антисемитизм. Антис… Саентизм. Антинаучный саентизм, да? Вот. Мне что-то это не понравилось, и вот он говорит. «Если вы собираетесь сделать прививку, задайте сами себе пять вопросов». Смотрите. «Знаете ли вы, что ранее не удавалось создать вакцины ни от одного, от коронавирусов?» Я вот вам читаю, да, казалось бы. А внизу уже вот в комментариях была вакцина от коронавируса. То есть он, парень, передёргивает. «Знаете ли вы, что обычно на разработку вакцины требуется 5-10 лет?» Здесь он прав, ребята. Да, здесь он прав. По крайней мере, 3-4 года, а сейчас это всё бегом-бегом. Ни одна из вакцин не прошла надлежащих испытаний. Те, которые полагаются, ребята. Да. Это так. «Знаете ли вы, что вакцина от COVID основана на новых технологиях, которые никогда ранее не использовались на людях?» Ну, там вот ответы есть в комментариях, что, в общем-то, не было, как сказать, не было нужды делать такие вакцины, потому что не было таких вот эпидемий, что ли. Ну, не знаю, можно и так рассуждать, и так рассуждать, да. «Знаете ли вы, что фармкомпании защищены от исков в случае, если их вакцины от коронавируса приведут к больницам и смертям?» Да. «Им карт-блан ждали, вот этим фармкомпаниям. То-то и оно». Так, «Дальше». Ну, дальше вообще подозрительно. «Знаете ли вы, что 99,8% людей выжили, заболев коронавирусом?» Может быть, я цифр просто не знаю, ребята. Вот. Ну, может быть и так. Но, с другой стороны, вот сейчас у нас начали делать вакцинацию. Я за Америку говорю, да. У нас резко, прямо вот резко снизилось количество заболевших каждый день. Так что, ну, выбирайте для себя, ребята. Выбирайте. «Так, ладно. Верховный суд не разрешил арестовать унитаз и межкомнатные двери у жителей Екатеринбурга. Что-то он там не платил за квартиру, и вот у него решили арестовать унитаз». Да. Звучит, да? «В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения на башенном кране». Ну, вот, ну, я про всех казахстанцев, тем более всех казахов, конечно, ничего говорить не буду, это глупо. Вот. Но то, что вот это, это, конечно… Сами понимаете, что, да? Тут только матом. «В Волгограде локализовали пожар на территории рынка. Загорелся рынок в Волгограде, и площадь возгорания – 2000 квадратных метров. Работают на пожаре 80 человек, 20 единиц техники». Пожар локализованный. Локализованный – это значит, он ещё и горит, но уже не так страшно. Я… Вот, знаете, мы никогда не были на пепелище. Я был один раз у нас, я там жил в одном месте, вот у нас сгорел дом прямо напротив нас. Он дымился потом. Неделю, ребята, неделю. «Аршавин выиграл суд у тяжело больной бывшей жены и выселяет её из дома». Ребята, всё, да. Она, действительно, у неё странная какая-то болезнь, и, в общем, ну, выгнали её. И всё. И он также, Аршавин судится, это футболист, если что. Ногами играет. «Аршавин судится и с другой своей бывшей женой – телеведущей Юлия Барановская. Он выиграл суд по алиментам, добился того, что будет выплачивать своим детям не половину всех своих заработков, а 40%. Так, понятно, да? «Младенец насмерть отравился молоком пьяной матери на Алтае. Отмечала день рождения, употребляла алкоголь, покормила груди». Так, экономист Хазин опасается грядущего путча в России. А вот я опасаюсь экономиста Хазина. Мне кажется, вот его уже пора, уже его пора вызвать санитаров. «Цискоридзе» раскритиковал выступление Лазарева в «Танцах со звёздами». Ну, просто давно не вспоминали «Цискоридзе». Он решил кого-нибудь покритиковать. «В Липецкой области выделят более 286 миллионов рублей на благоустройство сёл». «А, ну да, вот сделают эти вот мазки для полоскания, наверное, да, в проруби». «Что-то в этом роде». «Россия не смогла поучаствовать ни в одном из трёх проектов по Юпитеру». «Не пустили, да. Не пустили. Русских на Юпитер не пускают». И немножко у нас этого твиттера, твиттера. «Навальный только что сказал, что юридическая сторона делала настолько абсурдно, что ему нечего сказать. Поэтому он просит у судьи посоветовать ему рецепт солений. У него в камере много огурцов и 3 килограмма соли». «А вы замечали, что если кому-то в России не нравится Путин, то потом непременно выяснится, что это преступник. И даже после ареста продолжает совершать новые преступления, не может остановиться. А кому Путин нравится, тот или сам успешный бизнесмен, или муж, брат и внук бизнесменов». Да, ребята, да. «Деда, а почему после Дня Победы прошло уже 75 лет, а некоторые ветераны войны так и не получили достойного жилья. Внучка, в России важны только те ветераны, которые могут обидеться на Навального». Точно, точно. «Алена Попова, та, которую все время считает. За какое время получит 1 миллион рублей от государства? Глава «Газпрома» за два часа, глава «Роснефти» за два часа, глава «Сбербанка» за три часа, депутат Госдумы за два месяца, профессор за два года. Так, врач через три года получит, и учитель четыре года, и пенсионер шесть лет. За шесть лет он получит миллион. А глава «Газпрома», напоминаю, за два часа. Так, и тут тоже вот сразу комментарий. Четыре последних вряд ли, но это профессор, врач, учитель и пенсионер. Плохо, говорит, посчитали. Да, и тут дальше последняя строчка весьма спорная. Не каждый пенсионер получит миллион за шесть лет. Ну, ребят, я просто не читал. Так, многие из еще живых ветеранов живут в бедности. В ней они прожили все семьдесят пять лет после войны. Всю свою жизнь. Государство, раздающее режимом Мадуро, Лукашенко и Осада миллиарды, не смогло их обеспечить на уровне ветеранов на Западе. А виноват в этом, конечно, Навальный. Внук ветерана объявлен продавцом года. Тонко. Не надо завидовать путинским медалистам. Это тетя Роза пишет. В прекрасной России будущего будет статья в УК, Уголовном кодексе, за медаль от Путина от десяти до двенадцати с конфискацией. Гордость берет за то, что российское руководство смогло вырастить целую прияду молодых талантливых управленцев. И вот смотрите. Сын Матвиенко, сын вице-премьера Борисова и полная тезка сына генерала ВСРФ стали совладельцами компании, занимающейся строительством подводных газопроводов. 45 лет назад был выпущен первый автомобиль КАМАЗ. Владимир Путин поздравил сотрудников компании. Вот мне только удивительно, почему он с тех пор не изменился нифига. Вот 45 лет уже. Ну, я так вот, я видел там вот гонки КАМАЗ, да, он с виду абсолютно такой же. В Америке я не помню таких машин. А, ну, есть вот ЖУК вот эта вот, но она немецкая, да. Ладно. И последняя стихи. Назад оглядываться глупо, там всё как было, так и есть. Ребят, а я не согласен. Я назад вот, когда оглядываюсь, да, оно, может быть, как бы вот так и есть, но меняются наши взгляды на это. Мировоззрение меняется. Мировоззрение меняется. Я уже говорил, я не буду долго на эту тему, да. Но вот я сейчас думаю, что всё, что со мной случалось в России, да, даже плохого, оно всё равно было хорошее. Потому что в конце концов я приехал сюда. Да, вот меня тогда не взяли там на одну работу престижную, да. То есть, если бы я там работал, может быть, я бы там пробился и в конце концов остался бы в России. И сейчас бы жил в России, понимаете, да. Вот. А меня не взяли. Ну, и ладно, и конём оно. Я, в конце концов, здесь в Чикаго. И это хорошо. И, ребята, у меня ролик. Ну, мне Леон сразу сказал, что можешь забирать все мои ролики вот без, ну, без просьбы, да. Ну, я и воспользуюсь. Смотрите. Переделка Yamaha F310. Вообще, Леон, во-первых, тут он рассказывает, когда он начал играть на гитаре, он играл в ансамбле, там, ну, просто интересно послушать. А во-вторых, он интересный парень. Вот я просто, ну, наверное, я такой же тоже из тех времён. Ну, Леон чуть-чуть постарше. Вот он переделывает новую гитару, да. Вот. Я его понимаю, то, что в то время, когда он играл в ансамбле, гитары были деревянные, страшные, дубовые. Ну, дубовые не в смысле из дуба, а может и из дуба. Кто из чего делал, да. Вот. И приходилось как-то их подшаманить, подшаманивать каждый раз. И вот сейчас у него это осталось. И я вот даже здесь, я живу в Америке, я покупаю новую вещь. Я её подделываю под себя. Всегда. Это вот у меня вот сто процентов. Даже если вещь дорогая или уж прям, ну, вот, ну, всё работает. Нет, мне вот нужно, чтобы вот здесь вот чуть-чуть было не так. Вот такие дела. Послушайте его ролик. И пока до завтра разболтался я. С вами доктор Влад. Здравствуйте. Речь пойдёт об акустической гитаре Yamaha F310. Вот она. Я её приобрёл где-то примерно месяца два назад. Ну, её рекламировали. Я думал, надо было купить и посмотреть, что действительно она себя представляет. вот. А когда, значит, я её отстраивал, отстраивал я примерно её, ну, наверное, недельку где-то так. Вот. И когда я хотел, значит, сточить порожек нижний, у неё вот этот вот, доставался он очень тяжело. И в итоге я его сломал. Вот. Ну, дело не в этом. Порожек, естественно, я нашёл. Пришлось его просто подгонять, потому что порожек здесь какой-то был особенный. Вот. Не то, что в магазинах продаётся. Ну, здесь ничего страшного здесь нету. И тут у меня мысль как раз, о чём, значит, я подумал. Я, вот честно говоря, я не люблю пины. Вот, когда здесь, сейчас у меня их нету, я вам расскажу. Пины стоят, где зажимаются струны. И я решил сделать, чтобы струны стояли не в пинах, а, как обычно в гитарах, продеваются сквозь эту деку, накладочку, и идут на струны, на порожек. И вот я думал, как это сделать. А в итоге, короче говоря, значит, пины я убрал, рассверил отверстия. Сейчас я вам покажу, как это сделается. Вот. Получилась у меня в итоге вот такая вещь. Вот, видно вам, да? Здесь стояли пины. Я их убрал, рассверлил отверстия дрелью и выточил вот такое окошко. Потом дрелью просверлил отверстия, здесь сбоку, снизу. Накладочка-то она позволяла это сделать. Единственное, что я боялся, что, не дай бог, вырвет саму накладку. Вот. Ну, вот, где у меня здесь были пинчики, здесь вот это, я сначала отверстие сверху сверлил, но все это дело не пошло, потому что, когда продеваюсь сюда и выходит струна, она начинает виться. То есть, ломаться, короче говоря. Вот. Только так вот эти отверстия. Потом уже второй раз сверлил здесь отверстие. Единственное, что здесь надо положить, какую-нибудь наклеить скотч, там, бумажный, чтобы не поцарапать деку. Я не положил, и вот здесь у меня получились царапины от дрели. Вот. Но так как у меня это образец, для меня это ничего страшного здесь нет. И вот, что у меня получилось. Я, конечно, до этого я не замерял, сколько было расстояния между струнами. Но там, как пишут, говорят, даже меньше девяти было миллиметров расстояние. Вот здесь вот. У меня сейчас получилось расстояние, если так вот замерить линейкой здесь, у меня получается пятьдесят. А это значит между струнами десяти миллиметров. То есть у меня получилось расширение струн. Вот видно здесь, да? Ну, вы скажете, а вот, может быть, это повлияло там на звук гитары. Вы знаете, она, по-моему, стала даже звонче. На данный момент у меня здесь стоят струны десять пятьдесят. Я, конечно, хотел бы поставить, попробовать. Не знаю, вы держите ли все это дело здесь вот внизу. Двенадцать пятьдесят два, но, говорят, не рекомендуют. Одинадцать пятьдесят два для нее только. Но не знаю, ребята, если там, говорю, кто ставил двенадцать пятьдесят два, вы мне напишите. И вот получилось у меня нормальное расстояние до звучания. Нормальное тоже. Ноты я играю руками. Если играть медиатором, то здесь совсем другое звучание. Вот у меня здесь толстый медиатор два миллиметра. Здесь, конечно, немножко глуше звучит. Если я сейчас возьму медиатор потоньше. Ну, допустим, шесть миллиметров. Я думаю, прилично. Ну, вот что у меня в итоге получилось. Я, честно говоря, доволен. Конечно, немножко здесь было мороки, но это ничего страшного. Так что, кому интересно, смотрите сами. Но напишите по поводу струн двенадцать пятьдесят два. Если кто ставил, потому что я все-таки, может быть, решусь поставить двенадцать пятьдесят два. Конечно, будет звучание другое. Потому что я вот на своей второй гитаре, вот, Кремона, да, Кремона, где я тоже очень много делал переделок. Вот особенно гриф я, значит, сделал здесь тоньше. Вот. У меня совсем другой гриф. И вы знаете, в чем дело? Когда я сделал его, значит, подогнал под свою руку гриф, да, у меня заработал анкер, заработал в легкую. То есть, крутить стал и туда, и сюда. Видно, когда он был толстый, да еще и лакированный, вот, он крутился еле-еле. И мне невозможно было выровнять гриф. То есть, это была такая длинная история. Вот здесь у меня стоят, на этой Кремоне, струны двенадцать пятьдесят два. И вы знаете, даже можно, я думаю, даже можно поставить и тринадцать, но тринадцать тяжеловато, конечно. Вот здесь у меня расстояние струн одиннадцать миллиметров между струнами. Получается здесь, если на пятьдесят пять. То есть, какой пятьдесят? Больше. Сейчас замерим. Да, пятьдесят пятьдесят шесть. Это одиннадцать миллиметров между струнами. Ну, здесь и порожек. У нее сорок шесть, по-моему, или сорок семь. Я вот сейчас не помню. По-моему, сорок семь, по-моему. Да, сорок семь. И поэтому, естественно, здесь... Ну, конечно, здесь звучание здесь... И сравнить с димахой. Ну, здесь у меня легко все берется и на первом. Здесь мне приходилось подогнать. Опять же, здесь тоже я порожек здесь сгубил. У меня сейчас стоит здесь порожек новый. Я сам вытачивал из камня. То есть, прессованный камень какой-то там, он зеленого цвета такой, да, как... Не знаю, как граница равно, да. Вот. Стоит, как каменный порожек. Мне нравится. Так что вот так вот. На этом я ролик заканчиваю. Всего хорошего. До свидания.